Проезд к жилому комплексу на улице Зубковой в виде траншеи уже вторую неделю. Но на то были веские причины. И пусть это стало отдельной темой на правительстве, аргументы у Елены Сорокиной были железные. Там была аварийная ситуация по теплу и горячей воде. Ее ликвидировали. Но в процессе ликвидации аварийной ситуации поняли, что без капитального ремонта участка трубопровода не обойтись. Зимой в любом случае эта аварийная ситуация может повториться. Поэтому приняли решение. Сейчас яму не закапывать. С четверга приступают сотрудники РМПТС к проведению капитального ремонта. Сотрудники РМПТС начали раньше, уже сегодня. Подогнали экскаватор и стали расширять траншею до небольшого котлована. В этом месте помимо теплотрассы проходит еще и газовая труба. Ее предусмотрительно перемотали, поэтому осторожность и безопасность сейчас важнее. Тем не менее, объем работ понятен. Сроки две недели незыблемые. Длина трассы составляет 50 метров. Четырехтрубная система, две трубы на отопление, две трубы на горячее водоснабжение. Трасса 1990 года, 32 года в эксплуатации, никогда не ремонтировалась, не капитализовалась. Сейчас мы вскрываем трассу. До конца недели это будем делать, так как еще вручную осуществлять будем шуфление кабелей сбоку к камере, которая на зеленой зоне находится. Все энергоресурсы, которые наша организация осуществляет, будут подаваться беспрерывно абонентам на протяжении всего времени, только перерыв на 3-4 часа на переврезку новых трубопроводов. Эту самую переврезку новых труб будут проводить на следующей неделе. Объявлениями на подъездах жильцов проинформируют когда именно, так что придется немного потерпеть, но это в их же интересах. Тем временем к уличному фонарю у пешеходного перехода городские власти добавили еще один с акцентированным светом на переход для удобства местных жителей. Продолжение следует...